Я был недурным ребенком, то есть я этот СПИД пережил. Еще немножко, там буквально месяц, и я бы сейчас здесь не сидел. Привет, я Костя, у меня ВИЧ. Обними меня, допустим. Узнал я о своем статусе, когда мне было 11 лет. Узнал я очень странным способом. Я лежал в больничке в Ахмадете, и в это время нас не выпускали на улицу, потому что мы были малые. А я как-то тогда вырвался на улицу и просто увидел отделение с аббревиатурой для инфикованных ВИЛ СНИДом. Я такой, опа, я что-то не просто так лежу, я был недурным ребенком. Ну и в итоге вот так вот я узнал и приехал домой, сказал, мол, почему бы мне раньше не сказали, я ничего, типа никаких истерик не закатывал особых, не почему-то, но этот. Просто мне врали, почему я пью таблетки, а пью таблетки я от печени, а учитывая то, что эти таблетки мы от печени выкалечили. Это очень было неприятно. От матери к ребенку. С самого рождения она не знала. Узнали, когда мне было только 7 лет. При рождении его просто не увидели. И я вот это вот время постепенно умирал. И вот пока у меня не осталось 3 клетки иммунитета, только потом они дадут сделать тест на ВИЧ. И почему ребенок болеет все время воспалениями легких, вплоть до пневмонии, чуть не умирал. И тут только ляпси, и все, тут ВИЧ. Ну, мама забеременела в 2001 году. Это все-таки, когда было, и тесты все-таки были тоже не идеальны, как сейчас. Это 2 минуты, и ты уже знаешь, есть у тебя что-то или нет. И тогда, судя по всему, просто не заметили, сказали, что ничего нет. Хотя, учитывая, что она принимала наркотики, можно было сделать этот тест, в принципе, повторно и узнать. Но нет. Ну, родители сначала скрывали от родственников. Да и я скрывал особо от окружения своего. Я тоже не особо рассказывал. Я вот делал ВИЧ, это был мой последний рубеж доверия. То есть, если я рассказывал о своем статусе, значит, это уже все это. Я человеку доверяю 100%, он свой, и все. Господи, в мой приход в Тиннерджайзер, это все, эта грань, она стерлась. И я теперь буквально живу с открытым лицом и рассказываю о своем статусе направо и налево. То есть, я могу прийти к человеку, поздороваться с ним, познакомиться, сказать, «Привет, я Костя, у меня ВИЧ. Обними меня, допустим». Иногда люди в шоке стоят, иногда просто молчат. Иногда люди очень подкованы в этом плане и ничего особо такого не говорят. Просто типа, ну, ВИЧ, ВИЧ, и все, и что из этого. Мы там, у нас все уже все было. Тренинги там, лекции в школе рассказывали. А многие относятся реально очень странно. У нас была такая страшная штука на тренинге. Мы рассказывали до этого, что ВИЧ не передается там через рукопожатие и так далее. Ну, в воздушно-капельном не передается. У нас была девочка, класс седьмой, наверное. Она просто потом убежала с тренинга, потому что она нас испугалась. Хотя мы все из-за этого рассказали. Очень странно было. Родственники все знают. Ну, никто, в принципе, особо даже не заикается на эту тему. И как-то не хотят, что ли, то ли задевать за что-то. Но, не знаю, я себя нормально чувствую. Спрашиваете, и так далее. Мне без разницы в этом плане. Ну, я учусь. Пока в Тиннерджайзере вот как-то так мы тренинги ведем, ввели. И будем вести, просвещать молодежь, скажем так, в этом плане. Мне это очень нравится. Я этим прямо живу, и горю. Вот и все. Вот и все мое занятие, скажем так, я более ничем не занимаюсь. Я бросил колледж. Я в Шевченко учился. Поступил спокойно. Но я его бросил, так как это было не мое. Я потерял свой бюджет. И я ни о чем не жалею. К счастью. Это была экология. Вроде бы такая специальность, которая прямо сейчас. Это много денег там и все так далее. Но не мое это все. И деньги тоже мне не нужны особо. Поэтому я вот как-то так распределил свои эти. Подумаю пока еще. Посмотрим. В принципе, я участвую только в организации мероприятий. Формат вечеринки. Это звезда. Мы приглашаем звездов. У нас последняя была с Верой Брежневой. Приходит звезда. И Яна, допустим, на сцене с ведущим. Зайдут какие-то вопросы. Там потом какая-то развлекательная тематика. Какие-то там провокационные вопросы. Там про ВИЧ. Но с Верой Брежневой это все было несколько по-другому. Пришлось немножко изменить формат. Потому что она посол доброй воли в ООН. И у нее как бы это все интереснее. Вот с Дорном была тоже. Но я не слушал особо. Я был занятки. Я был на пункте тестирования от ИЧФ. А я сидел по этому. Мне как-то не до Дорна было. А вот Брежнева мне понравилось. Хорошо все было. Вообще никто не хочет тестироваться. Честно скажу. Сколько я предлагал своим друзьям. Пойдем пройдем этот тест. Нет. Не хочу. Это мне не нужно. Я там в группу риска не вхожу. Я говорю, а вдруг? Ну типа ты от этого не защищен. Никто от этого не защищен. Поэтому лучше пройти пройти. И вообще желательно каждые полгода проходить тест на ВИЧ. Ну вот если так. Но никто не хочет. Никому это не интересно. Все может даже быть бояться. Просто вот именно этого плюсика. Но вот так. Никто не хочет ничего делать. Рассказываем. Рассказываем. Бесполезно. Бояться просто почему-то. Я не знаю. Может бояться. Может просто не хотят. Может просто лень. Может кому-то это просто не интересно. Может он просто думает, что он. Может у него и есть. Вечная. Умрут. Спида там в 25 годах. Ну и что с этого будет. У нас такая молодежь сейчас циничная пошла на самом деле. Тут там в 20. Хочет умереть. Тут в 30. Кому-то вообще жизнь-то не интересна. В этой стране и в этом государстве. Перспектив не видит никто. Я принимаю терапию каждый божий день в 11 вечера. Стараюсь не пропускать. Потому что лучше не пропускать. Просто если будешь пропускать часто, она адаптируется потом позу. Вич, вернее, под нее адаптируется и придется менять схему. Схему это как объяснить так простым языком. Это разные-разные типа фирмы таблеток. И эти таблетки это спасение на самом деле. Лучше их пить. Да, они конечно калечат печень. Некоторые кости вымывают, что-то еще. Но все-таки ВИЧ они подавляют. ВИЧ спит. Нолик этот в вирусной нагрузке. И он очень-очень помогает не умереть. И не передать его тоже никому. Ну изначально чаще болеть никто не будет. Просто скаканет вирусная нагрузка. Но будет постепенно подниматься. И будут падать клетки SD4. Если клетки SD4 дойдут до отметки в 250 и меньше. Это уже будет считаться спидом. То есть у меня их было 3. То есть я этот спид пережил. Еще немножко, там буквально месяц. И я бы сейчас здесь не сидел. Побочек сначала не будет. Потом уже начнешь болеть. Всякие там кашли. Потом начнется пневмония. Можно будет умереть банально от любого пореза. И это правда. Пойдет какая-то инфекция. И иммунитет просто с ней не справится. Группа поддержки есть у нас. в Тиноджайзере. Можно будет написать нам на сайт консультации. Тиноджайзер.орг. Если хотите, можете написать. Да, там консультации. Там все помогут. Запишут на группу поддержки. Все расскажут. Со всем помогут. Вот единственная группа поддержки, которую я знаю. Потому что я сам на нее хожу. Ну, иногда у нас в субботу в отбузе тоже будет еще одна. Там все конфиденциально. Все совершенно бесплатно. Ничего платить никому не нужно. Приходишь, потом лампово общаешься с ребятами. И рассказываешь, что там у тебя прошла неделя, допустим. И если есть какой-то запрос, например, вот про ВИЧ, если человек только узнал о саду. То есть у нас когда-то был такой мальчик. Я на самом деле плохо его помню, но он был. И он говорил, что может там поговорить со мной. Может, ты свою историю расскажешь. Ну, мы все рассказали свою историю. Ему как-то даже легче стало. Ну, то есть ты сидишь будто бы в кругу своих. То есть все вот идут как спидозные. Мы так друг друга называем. Да, у нас такой локальный мем. Мы друг друга называем спидозными. Ну, мы не обижаемся. Никто не обижается. Нам классно. Вот это в кругу спидозных. Вы сидите и общаетесь в каких-то своих проблемах. И иногда даже проблемы не с ВИЧ, а там каким-то психологическим, ментальные проблемы. Они превалируют над проблемами по поводу статуса. В основном, кстати, так. Потому что делали когда-то группу с ребятами, со стажерами получается. Без... Ну, то есть типа есть ВИЧ-инфицированный и стажеры обычный ВИЧ-минус ребята. И вот как-то так все происходило, что ребята, у которых не было статуса, просто плакали на этих группах. Настолько все было так тяжело. Тяжелая группа была. Тяжелая группа была.